добрый вечер уважаемые участники добрый вечер флот всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре сегодня поговорим про рынок странно но и в том числе в контексте сегодняшнего вебинара будем говорить про те бумаги которые выходят индекс nasdaq индекс nasdaq подешевел на текущий момент более всего чем если сравнивать с ключевыми индексами как на s&p 500 и на dow jones а поэтому в данном случае мы видим что и большое количество бумаг отдельных подешевел гораздо больше чем индекс и я думаю что сегодня флот как расходе сегодняшнего вебинара раскроет интересные моменты до поговорит о бумагах которые входят в индекс ну а прежде чем начнем я как всегда скажу пару слов в начале и во-первых как я напомню про риски всегда важно помнить о рисках с ними важно разобраться неважно какой инструмент инвестируйте в акции в тифку используйте cfd всегда с ними важно ознакомиться и разобраться а для тех кто присутствует впервые на наших вебинарах да и те кто смотрит нас на youtube канале скажу пару слов про компанию мы являемся международным брокером на рынке уже работы более 21 года представлены в разных юрисдикциях разных странах сейчас также в плане получения лицензии в канаде и запуск операционной компании также в африке мы предоставляем возможности именно по трейдингу то есть это более 8000 из инструментов которые доступны для маржинальной торговли также и для классического инвестирования как в акции так и в тиф инвестировать торговать можно как на платформе трейдер 4 мета трейдер 5 и также есть мобильное приложение в котором вы можете более удобно делать особенно если вы начинающий инвестор то мобильное приложение более привычно более удобно поэтому вы также можете воспользоваться и уже пару месяцев мы запустили возможность покупать дробные акции это делается на инвестиционном счете без кредитного плеча и теперь вы можете покупать акции ну в первую очередь акции допустим дорогие да как amazon не обязательно покупать целую акцию да можно купить ее части таким образом увеличить диверсификацию как раз вашем портфеле мы в нашей компании уделяем огромное количество внимания обучению поэтому мы очень рады что флата присоединяется к нам и делится своим опытом в ходе наших вебинаров а для того чтобы вы всегда были в курсе того материала обучающего который мы предоставляем я рекомендую подписаться на наш youtube канал на наш телеграм-канал сейчас ссылочки также пришлю и если в какой-то момент вы пропустите как раз следующий вебинар то запись вы всегда там сможете найти а также мы с фадом записан подкаст 2 трейдера вот буквально перед этим вебинаром мы закончили записывать очередной эпизод буквально через час он появится также на наших подкаст платформах и там мы уже поговорили сегодня отдельно как раз про и теф и говорили про заседание фрс про инфляцию то есть вот эти вопросы как раз можно будет там чуть позже послушать а ну и со своей стороны хочу представить флада да с фладом мы сотрудничаем уже много лет флад проводит для нас вебинары обучающие курсы различные семинары записываем подкаст и вот также у нас на подходе достаточно интересный проект у нас слышали вы или нет но я по крайней мере скажу у нас есть сервис копий трейдинг и не так давно был также расширена функционал этого сервиса появилась возможность копировать инвестиционные портфели как раз такой подход и флад также будет вести свой портфель мы будем про этом рассказывать но когда уже будут все ссылки там на телеграм-канал об этом тоже я уже в следующих выпусках расскажу вот поэтому с моей стороны это все тогда флад передаю на микрофон тебе да спасибо роман надеюсь слышно хорошо видно я вижу что видно смотрите значит я тут решил подойти к этому вопросу очень просто тут чисто трейдинговая у нас тема мы не собираемся изучать какую-то индустрию мы не собираемся изучать какую-то тематику до сложную для нас это рынок поэтому никаких слайдов как таковых как раньше да и как показал опыт слайды люди не очень любят мы будем чисто практически копаться в бумагах и я буду рассказывать то что все что думаю о той или иной бумаге но подойдем и к этому вопросу через четырьмя способами так скажем первое мы возьмем топ самых дорогих бумаг из nasdaq чья капитализация до максимально в этом индексе второй подход мы возьмем ну как и заявлялось в теме топ подешевевших бумаг самые дешевые бумаги не не дешевые в абсолютных величинах а потерявшие очень много с ну за год например то что пик был до зимой в январе за полгода извиняюсь за полгода потом мы возьмем топ бумаг которые не упали в цене сильно относительно других ну то есть гейнеры так скажем из этого же nasdaq ну и наконец четвертый список мы возьмем бумаги которые мне лично нравится которые я изучаю мне интересно вот так 44 разных подхода будут у нас на на этих бумагах пока я вас я вас приглашаю не приглашаю добавляю сейчас подключаю наш подключаю страницу значит где nasdaq овские вот эти котировки и классификация кто больше всех упал кто больше всех вырос и вот буквально через пару секунд у вас на экране будет вот тут интерактивно вот я выбрал nasdaq 100 шестимесячная сортировка и вот вышло сразу несколько бумаг ну вот давайте начнем из самого дна этого списка на дне у нас netflix 173 доллара но тут примаркет написано видимо не обновлено но это свежий свежий я надеюсь свежий давайте сверим кстати мало ли а лучше уж убедиться что это свежий свежие котировки чем чем так nfl x я пишу на другом терминале 172 41 до 172 41 173 в принципе одно и то же там падение такое большое 69 процентов за полгода за год 63 за три года 46 но за пять лет он все-таки в плюсе ну все мы понимаем в чем проблема nasdaq да мы понимаем что nasdaq падал два раза на отчетности очень сильно падал два раза на отчетности и второе падение для меня было неожиданным потому что ну и в первый раз то over reaction да как я считал а во второй раз уж совсем но вышел я через хедж через несколько таких операций хеджирующих в основном мне удалось выйти с минимальными потерями покупал я по 387 потом пытался несколько раз перехеджировать покупал тут и так далее ну в общем получилось выйти не с такими потерями как например те кто покупали до отчетности даже 1 что можно сказать про на про netflix давайте переключимся на другой экран который показывает график отражает график уже в хорошей платформе да так скажем в так как переключиться секундочку так секунду а вот же вот у меня на экране вот открыт график вы наверное его видите давайте просто вбьем сюда в поиск netflix nflx да вот он вышел это конечно не криптовалюта ни разу это акции и вот он здесь с логотипом все видно вот он у нас netflix вот даже покупка до 387 ну вот стоп лосс идея конечно я по-другому действовал знаете что через сложные инструменты торгую там проще хеджировать хочет хоть и дорого иногда вот сам хедж дорогой но он лучше чем просто стоп лосс что мы имеем ну вот максимальная цена приближалась к 700 долларов опять же это топ падающая бумага в nasdaq и так как у нас тема называется топ упавших nasdaq ских бумаг и я думаю что netflix у нас будет действительно в топе действительно будет самой интересной бумагой по которой что-то можно сказать потому что там есть и cash flow там есть и реальный продукт ну услуга в данном случае на ну и так далее давайте уберем эти идеи и просто заново заново построим все ли не тут есть интересно буду удалить все линии вот удалить объекта рисования есть так уик ли уик ли что я могу сказать всегда начинаешь выкли вот он у нас выкли ох посмотрите что там случилось то что годами наращивал netflix 17 18 года даже нет июнь 26 июня 17 года ровно шесть лет назад netflix акции были вот на этом уровне несколько раз им удалось сделать хороший прорыв пробой первый ну ладно это не считаем новых а не было второй после консолидации в третий раз это уже меместочная такая эйфория меместоки набежали юные трейдеры ура им нравится netflix они же смотрят netflix да и вот он вот он пик 700 почти долларов за одну акцию и 172 вот такой большой контраст что тут можно сказать давайте посмотрим по фибоначчи весь тренд насколько этот весь тренд от игры ну что называть всем трендом я не знаю откуда развертку фибоначчи брать все-таки тут дно донышек много и если мы будем прям реально дно искать уйдем очень далеко ну давайте начнем с самого глобального дна возьмем retracement с какого-то где он у нас так секунду я правильно открыл сначала фибоначчи ну пускай будет вот это вот последнее но откуда и пошел весь рост секунду я не то взял да пускай будет так принципе нет разницы в какую сторону брать ох 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 у нас 60 почему 66 56 я не пойму секундочку 020 но все правильно неважно с какой стороны берете последняя точка по фибоначчи куда бумага может упасть то есть мы отыграли больше чем три четверти 023 6 хотя давайте по правилам все-таки будем делать будем рисовать действительно так то я сделал давайте вот так ну ровно та же цифра сверху вниз 023 или снизу вверх но 76 одно и то же мы там где тренд должен или получить мощнейшую последнюю свою поддержку раз он до этого никак не реагировал вот на на 50 процентов я вижу было какое-то движение простояли как раз 300 387 примерно здесь и сюда и попадает до 370 380 50 процентов 360 потом мы пробиваем на отчетности 061 фибоначчи и останавливаемся здесь на 076 по фибоначчи последняя остановка после пробития этого уровня обычно говорят что тренд все развернулся и это уже это уже все бумага пропала ну я так не считаю просто хочу сказать действительно важный последний важный уровень который можно по фибоначчи увидите и узнать и если и здесь не покупать то где хорошо раз уж у нас последний уровень по классике тоже здесь что-то нащупывается да может быть может быть может быть и нет а давайте посмотрим насколько бумага интересно вообще нетфликс вот у меня надеюсь видите на экране фундаментал нетфликса посмотрите после такого сильнейшего даже падения у нас все еще пиро еще 17 но кто знает нетфликс тот отреагирует адекватно на это мол ребята ну 17 по нетфликс это нормально это же вам не кока-кола даже для кока-колы это норм но для нетфликса который всю жизнь торговался с красными валуейшин цифрами пи 17 еще и форвард 15 это очень много что они вообще собираются зарабатывать 30 миллиардов у них оборот годовой из них выжимают 475 неплохо 16 процентов смотрите нетфликс начинал конечно же с отрицательных цифр но какое-то время он имел чистую рентабельность ну я не знаю 0 7 полтора процента считалось много ну ребят что вы хотите сервера работают стриминг идет из каждого фильма капает с каждого просмотра что-то капает а что еще не не десяток же процентов брать сейчас они 16 с половиной берут и рунков рынку все мало все мало им долги конечно тут накопились мы видим потому что они эти сериалы в долг снимали так скажем инвестировали много долгов облигации скорее всего выпустили 84 миллиарда стоит компания представляю сколько она стоила на пике давайте вердикт что ли или как-то роя 32 процента неплохо 75 и 4 потери от пика такой второй такой бумаги в на знаке крупной уж точно нет поэтому я думаю если уж вы хотели купить netflix и считаете что это стабильный кэш-флоу эта бумага которая просто будет генерировать прибыль потому что снимаются фильмы показываются люди смотрят то это хорошо если еще они перекроют эти имейлы которые дублируют да вот кто-то заплатил и отдал пароль не мыла паролев дал пароль другому и теперь смотрит другой то вообще будет прекрасно что могу сказать ну клиентская база может и будет уменьшаться ну во первых у нас инфляция у нас кризис до какой-то рецессия на носу может быть сша и потребители могут отказываться от таких сервисов но я думаю 999 или 1299 в месяц но не будет прям массовый отказ всех и вся но какой-то будет или он уже был а куда уже дальше окей . входа хорошая экономика компании и макро показатели средненькие или неплохие были намного хуже момент входа не с точки зрения теханализа а с точки зрения вообще ситуации не очень но он не очень везде ну и netflix это не хлеб не вода все-таки отказы могут быть и вот получили то что получили скидка она дана не ввиду макроэкономической ситуации не виду последних вот текущих событий а это типичный нет но не типичный сугубо проблема нетфликса и она отражалась на двух отчетах это отток подписчиков это проблемы внутренние там с прибыли так далее вот так вот такая ситуация идем дальше мы не успеем paypal я мало понимаю вообще как paypal до сих пор вот держится ввиду такой высокой конкуренции посмотрите на paypal надеюсь вы сейчас видите экран там ситуация еще хуже выкли я даже на netflix и не стал переключаться на дэйли потому что смысла вообще нет там такой мощный такой обвал мощный что выкли или дэйли все очень глубоко внизу по paypal тоже я вижу мощный уровень это это кажется что тут вообще ни о чем да но это действительно несколько месяцев простаивания на уровне пара месяцев точно на на одном уровне вот сейчас мы снова здесь не дай бог сейчас паника будет сильной и даже такие бумаги которые валяются на дне тоже сильно уйдут вниз вы мне все-таки напишите вы видите экран да вы видите график экрана давайте я тоже я тоже убежусь в этом а то было бы нехорошо если бы мы на разных ну если бы не было видно вы бы мне написали наверное надеюсь именно график график paypal vision видео хорошо спасибо максим так папа экономики компания точка входа идеальная ну если уж его так можно назвать с такими обвалами 300 300 с чем 310 долларов почти была бумага сейчас на 71 но это конечно ни о чем не говорит если бумага теряет если бумага убыточная и вообще никаких перспектив давайте посмотрим вот я боялся что крипто индустрия отнимет у paypal прибыли но нет крипто индустрия не способна сейчас прям заменить отнять у paypal прибыли давайте посмотрим что с paypal как как дела обстоят пиры еще 25 forward 15 средненько средненько 25 продают 3 выжимают 14 почти процентов нормально для услуги сервис я пользуюсь paypal как бизнес до услуги не услуги а продаю там и коммерс и так далее paypal включен туда сам иногда оплачиваю удобно ну в общем то может быть есть нечто более удобное более динамичное но это пока работает 30 тысяч человек работает даже почти 31 в paypal все очень среднее долгов благо нет ну если бы они были это ничего не значило бы это финансовая компания там могут быть долги не как долги а как бы как обязательства для бизнеса все серое абсолютно все серое то есть paypal даже после такого сильного падения не смог по пиры еще показать что-то интересное в цифрах я имею ввиду тренд просто нисходящий вечный тренд я бы сказал давайте по финвизу тоже посмотрим вечный тренд с очень мощными провалами время от времени ну для любителей дна для любителей ловить но идеальная бумага с точкой какой-то где нет даже ее пробили где более-менее интересно было бы поймать но на деле я видел какой-то пробой пробой какой-то давайте мы уточним на трейдинг view он все-таки лучше отражает переключимся на деле и посмотрим действительно ли бумага технически пробила тот нисходящий коридор канал тренд как угодно назовем его который долгое время существовал ну даже сложно прям назвать эту линию идеальной но вот с этим вот с этой ошибочкой пробоя да а что если мы подвинем мы подвинем линию так чтобы не считать пик а пиком называть вот это и и тоже да и тоже да хорошо может быть все таки какая-то линия которую рынок может видеть лучше все таки еще не пробита но есть одна вот вот этот тренд не пробит но мы так сильно глубоко вниз уходим что до него очень долго я думаю что все таки мы 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 правильно нарисовали соединив последние уровни которые можно вообще соединить да и получаем вот вот что получаем вот такой вот нисходящий канал который мы пробили неуверенно пытаемся дно нащупать но с небольшим стопом неплохо было бы взять с очень небольшим стопом нам дают возможность зайти в paypal и еще раз резюмирую экономика компании ну макро компании не очень серенькая все еще живет существует работает и я удивлен что кто-то за нее когда-то давал 310 и сейчас никто за нее не дает даже 75 это удивительно вероятно в рынок или мы чего-то не знаем технически в ней вроде что-то вырисовывается на на май месяц такая на июнь была хорошая эйфория как и на всех рынках видимо она сильнее упала ее сильнее подкупили от 1 до прикупили но пока мы держимся выше уровня 72 я бы даже сказал 70 хороший был бы уровень пока мы выше 70 и даже не уверен что мы его не пробивали давайте посмотрим пробивали или нет 71 finviz нам лучше об этом скажет вернемся в сторону finviz paypal low 71 46 до на 70 можно поставить стоп лосс конечно он может грязно пробиваться ну ладно лучше так чем чем вообще не ставить стоп лосс вот такая ситуация на finvizy тогда мы снова идем на наш топ да не знаю успеем и все четыре топа посмотреть доку я не буду долго на не останавливаться бумага мне вообще не очень нравится я не очень понимаю она очень модный было доку сайда мемный меместочный что только там кто только не покупал 300 314 и 56 это 82 процента от максимума ну что тут делать прибыли нет компании уже столько лет наверное существует сколько-то да это же не вчерашний все-таки стартап чуть больше долги в убыток работает gross margin есть но все остальное есть пишет софт да ну непонятно вообще непонятно тут только тех анализ только давайте быстро и его по нему тоже пройдемся доку такие бизнесы мне не нравятся там ни дна ничего вообще нет у paypal с нетфликсом до отличие главное от доку сайна у paypal с нетфликсом есть cash flow деньги приходят в бизнес и это прибыль это еще и наличность не просто там какая-то прибыль образованная нам на в отчете о прибылях и убытках это прибыль а здесь непонятно убытка и убыток не зарабатывают они с cash flow тоже непонятно если у них есть долги смогут ли они вообще обслуживать вот эти гэп и большие на отчетности в общем ужасная бумага там может быть на 40 где-то если ее поймать краткосрочно и это хорошо вообще-то типичная для дна nasdaq картина да но мы видели у paypal и netflix более острый угол там проблемы резко приходили и и вот почему я считаю netflix скорее over reaction до сверх реакции на какие-то плохие новости а доку сами считают что в принципе ничего хорошего такого ближайшее время не скажут нам такого что что возродить но учтите такие компании когда наконец какой-то хороший показывать минимальный какой-то сигнал это дает мощный мощный отскок надежду типа всю жизнь думали что плохо и вдруг оказывается нет там по 30 40 процентов могут быть уходы вверх как например на че вида было компании на всяких xpn где вроде ничего хорошего пока не видно и вдруг какой-то один отчет говорит что ребята вы знаете в таком-то квартале оказывается пошла там прибыль 1 и так далее еще одна бумага я переключусь сейчас сюда а подождите я не показал вот это да график снова переключусь на доку сайн окта окта это софт тоже который анти как его назвать сейчас безопасность да и все такое сейчас я переключу вас снова или как называется software infrastructure ну понятно антивирус и так далее безопасность график такой же там были скандалы мощные кто помнит по окте несколько месяцев назад был мощный мощнейший скандал утечка и так далее ребята вообще-то работают надеюсь я не путаю это то окта да и вообще окта один тиф платформ да это она это она это безопасность все такое secure identity да это она компания работает в такой вот интересной индустрии востребованные прямо сейчас но миллиард убытка 14 капитализация миллиард убытка полтора миллиарда продажи миллиард убыток никакие никакой прибыли нет и в помине долги и средненькие ну конечно ровару я тоже ужасный в общем не очередная непонятная бумага выстрелит или нет найти такие бумаги надежды с ними можно в портфеле сидеть вечно или если повезет поймать где-то на дне и на отскоке взять несколько десятков процентов вот вот такой там сценарий сильно верить в эту окту смогут они вернуть ну точнее выйти в прибыль хотя бы да не знаю я не люблю такие бумаги просто категорически даже не приемлю а не люблю я их не понимаю что с ними делать так несколько сразу можно пропустить но lucid понятно здесь тоже из электромобили кроме tesla все они очень сильно просели ну допустим мой любимый тоже xpeng когда-то был под 60 долларов близко к нему там 55 57 и доходил до 19 90 20 кстати какая просадка tesla к счастью такой большой просадки у нее не было это вот гигант гигант поэтому ему такие сильные просадки ну не грозят точнее tesla имеет сильные просадки но на фоне xpeng всяких lucid всяких таких мелких конкурентов которые вот в такой индустрии высококонкурентной вроде востребованного скобеды по сравнению с ними у tesla намного лучше и в tesla tesla на дне будут покупать с большей вероятностью чем какой-нибудь lucid или xpeng дальше я вижу несколько компаний вот сейчас вообще бессмысленных но модерна не то чтобы бессмысленная компания плане ее акции сейчас ни о чем не не скажут в к виду были сильные движения надежда в закупались и очень много людей купила ошибочно я считаю это большая почему фарму не люблю фарму хорошо брать крупную которая время от времени до дает все время стабильно дает какие-то прибыли штампует таблетки но модерна это все-таки не не просто фарма это биотех и он пошел в гору в конкретный момент из-за конкретного вируса до к вида а он же рано или поздно закончится ну давайте просто проверим модерна по котировкам мэр мрн а посмотрите там от пика 76 процентов но сейчас модерне вообще смысла мало расти не на чем пире еще 3 пире еще 3 те прибыли которые она штамповала в к вид по сравнению с текущей ценой очень хороши но не знаю это просто обычная фарма будут успехи хорошо не будет ну вот цена ее реальная дальше у нас идет с нет не будем это комментировать иллюмина team все это очень специфичное знаете наверное team у них много продуктов теме я даже скажу атласен да это атласен продукт 65 процентов процент критики похожие графики то есть дно nasdaq топ упавших бумаг с nasdaq выглядит почти одинаково падающие не зарабатывающие переоцененные очень вроде бы революционные но на самом деле пока ничего нет бумаги и вот мы начали с netflix это единственная которую я бы не назвал дающий надежды и не оправдавший надежды в технологическом смысле я бы ее назвал очень быстрыми быстрыми темпами растущая и не оправдавшая вот эти вот заложенные в нее быстрые темпы роста клиентской базы до клиентская база самое главное но если у вас плохая технология клиентской база просто не будет если у вас хорошие фильмы технология маркетинг все настроено клиентская база уходит приходит но в общем-то продукта хороший поэтому нетфликс отличается от доку сайн от других там окта line и так далее вот именно этим параметрам более стабильный cash flow уйдут придут клиенты продукт есть он он хорош да был в моменте переоценен думали что вечно будем все будут смотреть нетфликс но вот смотрят не все я например не смотрю у меня нет нетфликса не было никогда аккаунта и так резюмируем а от 1 всего топ до упавших бумаг я бы выбрал одну не то чтобы мы сейчас вынуждены выбирать какую-то одну ну вот мне больше всего нравится нетфликс и как назло в хорошем смысле как назло как ни странно или как хорошо что она самая упавшая вот за 6 месяцев давайте посмотрим еще раз цифры на nfl x цифры которые нам показывает финвиз по до 75 75 это почти как и предыдущая была сколько там было 80 81 то есть топ падение от 52 недельного максимума и в топе и самая падающая с учетом 6 месячного ну кроме кроме 10 c какая-то была не непонятно сейчас а ну и можно посмотреть три месяца три месяца на первом месте у нас снова нетфликс снова нетфликс месяц ну тут уже не век не 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 нетфликс до течение месяца netflix плюс-минус стабильно стоял на месте есть бумаги по 20 процентов потерявший за месяц но это не и так мне мне всегда нравился не всегда нет я бы я было время вообще netflix называл пузырем потому что ребята но переоценено там пиреши были 600 700 но не зарабатывающий а потом они нарастили базу клиентская база стала более стабильный их рост был уже оправданным ну вот последние два отчета разочаровывают рынке и в общем-то впервые там с какого-то года отток впервые с какого-то года еще что-то ну да времена такие но мне теперь netflix кажется как просто телеком бумага раньше были телеком и до стабильные клиенты куда они уйдут а если и уйдут другие придут ну и так далее я думаю если netflix сейчас делает какую-то экспансию заграничную с более дешевым продуктом они недавно запустили такой продукт с рекламой до который не знаю если в этом смысл то есть шанс набрать не в сша не в западной европе а где-то в странах где netflix еще не так популярен вот так теперь давайте перейдем к самым крупным крупным в нашем топе бумагам да я сейчас открыл top losers да вот nasdaq 100 nasdaq 100 я надеюсь вы видите экран нет вы не видите экран теперь мы отсортируем по капитализации самый крупный или же давайте я вам подготовил все таки такие полу слайды полу слайды давайте уйдем туда я переключу снова экран к этим слайдам вот он посмотрите это nasdaq уже по по капитализации первое apple я буду сейчас комментировать сначала как бы без графиков а потом мы перейдем графиком apple microsoft amazon tesla и google ну понятно да топ nasdaq именно так и должен выглядеть я думаю топ s&p тоже плюс-минус так выглядит разве что топ доу-джонса немножко другой давайте я думаю рассмотрим apple и amazon немного поговорим там тоже проблемы похожие на проблемы нетфликса ну и tesla давайте как флагман флагман это у нас топ это у нас топ я переключаюсь на давайте сразу на трейдинг нет с netflix тоже мы с фенлиза тоже можно начать вот фенвиз секундочку фенвиз биваем сюда и и пил быстренько пройдемся что у нас по и пил средняя оценка долги наверное не важны никто не будет переживать за долги у apple так что у меня с экраном секунду меня вот экран сел и пил снова набираю очень хорошая рентабельность 26 процентов с каждого продукта много раз отсмотрели рой и хороший все хорошо на самом деле я бы сказал что средняя оценка этой компании вполне нормальный факт вполне нормальное явление а ну и по уровням по уровням у нас ну я бы думаю я думаю что можно где-то еще дождаться ниже но это настолько хорошая бумага что ждать не ждать но все-таки нам грозит еще уход куда-нибудь на 120 вполне реален такой уход бумага хорошая но она рынке беспощадная медвежийных беспощаден 28.5 почти больше четверти меньше трети скидка по ней и наконец trading view быстренько проверим что у нас может быть более интересные какие-то графики да мы пробили все вот эти восходящие канальные линии ничего другого я здесь уже не вижу следующий такой трендовый мощный канальный уровень это наверное вот тогда о как далеко получится ниже ста даже получится все остальное мы давно уже пробили ну и вот то о чем я говорил на предыдущем графике вот этот вот low ну пускай будет вот тут конечно нету одного low ну вот этот уровень неплохо выглядит я думаю туда оттуда может быть какой-то бычий бычий настрой прийти может на этом уровне хорошая бумага но извините валят все технологии тем более вернемся вернемся к этой пятерке которая у нас была так где у нас тесла тесла тоже nasdaq nasdaq 100 он и в сэнд пи он и везде есть крупная бумага тут тоже мощная поддержка в районе 560 наверное 550 560 очень много нам еще до этого уровня идти это действительно много а потом кто знает может на уикли будет голова и плечи смотрите плечо голова да потом дошли до уровня шеи потом снова плечо еще одно так секунду да и вот туда мы можем упасть ну фундаментал тут смотреть смыслом мало очень мало единственное скажу профит марджин 13 процентов работающая в убыток компании еще два года назад делает с каждого автомобиля 13 процентов прибыли пиреша 94 forward 43 я уверен что форвард они побьют хотя илон маск сказал сказал что труд трудные времена начинаются сложные времена начинаются но думаю у теслы и заказов много и фабрики сейчас снова работают локдаун до наверняка китай отменяет и полностью отменит плюс минус все нормально финансовых проблем у них уже давно нет вот такая собственно картина уровень ясен и давайте еще вбьем мы в трейдинг view чтобы понять на дейли ну выкли мы будем смотреть по финвизу а дейли по по трейдинг view ну вот у нас мощный был восходящий тренд хорошо отработан был хорошо очень хорошо и теперь он он же нисходящий вот так треугольник пробили и давайте расширим и еще один уже еще один нисходящий то есть если это дно какое то тоже есть уровень между прочим 620 неплохой уровень один раз его уже трогали и здесь мы его несколько раз трогали а если от него мы отскочим как двойное дно потом пробитие этой линии даст нам какую-то надежду уйти в район там 900 неплохо много колов я там продавал наверх но все-таки я хотел бы код диапазона 600 900 идеально было бы для меня snp 3 процента сейчас теряет мы видим это да я по блумбергу вижу дно сессионное дно и ничего хорошего пока на рынке нет вчера диром пауэлл вроде успокаивал не успокаивал вроде горел адекватные понятные вещи но рынок опять не поверил так же как и 4 мая microsoft скучнейшая бумага должна быть по идее давайте вернемся я уже список не буду показывать мсфт 200 240 сейчас примерно плюс минус 250 тоже хороший уровень есть даже microsoft на треть дешевле от своего пика конечно мы понимаем что этот пик может мог быть спровоцирован да в хорошем или плохом смысле вот этим мемотрейдингом толпой розничных инвесторов может быть это и не есть какой-то адекватный уровень может быть как раз сейчас дорого тогда было очень дорого мы не знаем но все же 35 процентов для microsoft как цену в 350 долларов когда-то за microsoft давали почти 350 а сейчас еле-еле дают 245 даже 250 не дают с такими-то прекрасными показателями и вот из крупных компаний я бы сказал с точки зрения стабильности microsoft и apple выигрывают да с точки зрения стабильного стабильности ри тире рост а с точки зрения мощного отскока потенциально возможного я думаю а тесла лучше выглядит хотя опять же знаете кто раньше откупал теслу зумеры миллениалы новые то новая толпа которая нравится тесла не мечтают об этом автомобиле они считают его лучшим но это так и есть на самом деле наверное в электромобил мобилях уж точно в остальных конечно далеко ну ну что делать он же не конкурирует с бензинами и вот они решили все это скупить они решили так сказать зайти в любимый в любимую компанию производящую любимый автомобиль мечту но но сейчас сила этих зумеров и миллениалов сила людей которая составляла вот основную часть толпы она уже не такая и я думаю что спасать теслу на каких-то низких уровнях будет сложнее им не то чтобы они намерены собираются ее спасать но я думаю будет сложно им ним а рынку будет сложно откупать дно потому что раньше откупала дно вот такая вот юная толпа фанатичная толпа сейчас у нее денег не осталось все на крипте просадили и не на что им будет покупать такие бумаги еще и дорогие там apple вон сколько стоит до такой apple тесла 600 с чем-то долларов хотя вот роман сказал только что уже можно частями покупать бумаги небольшими не обязательно покупать одну бумагу если можно купить там половину или часть хорошо еще один давайте топ я переключу на экран где у меня топ и да и мы посмотрим гейнерс топ гейнерс за те же шесть месяцев кто у нас меньше всех упал меньше так а почему нету еще раз нажимаю да а ну или вырос посмотрите и тиви ай и тиви ай сейчас я переключусь на давайте посмотрим этот топ что у нас тут и тиви ай вы знаете это и игровая компания активижен wizard что у нас но это фарма не очень дружу о доллар 3 доллар 3 посмотрите-ка кто у нас здесь совсем разные индустрии значит фарма игры доллар 3 амген снова биотех пдд я не знаю что компания здесь написано пин дудо инкорпорейтед наверно не американская дальше т-мобайл эту я не знаю ну то есть не торговал байду байду очень сильно она упала посмотрите где они находятся да и мы им еще а отыгрывать 52-недельный максимум очень долго ну видите на графике они они не так ну кроме доллар 3 вот он практически недалеко от пиков все остальные им еще и титти и больше таких компаний как доллар 3 которые близки к своим максимумам просто нет посмотрите на все остальное мячком просто на дне где-то валяется да александр поляков спрашивает можно ли посмотреть записи да будет запись роман выставит запись наверное завтра все красное то есть вот эта линейка показывает где компания где акция находится по сравнению со своим пиком вот это если дно до минимума это максимум от lucid посмотрите еще ничего зеленый цвет хоть виден как-то на всех остальных все очень плохо и кроме кроме вот этого нашего топа и здесь на первом месте доллар 3 давайте посмотрим как они выглядят вот с ITVI или даже доллар 3 начнем и раз уж они лучшие да он действительно на самых максимумах практически практически провал хороший был потом гэп хороший тоже за ним средненькая компания по показателям ничего нельзя тут сказать мощнейший уровень на 125 нисходящий треугольник меня пугает но его пробитие может дать нам новый максимум да странно из нас так какая-то бумага даст новый максимум но это доллар 3 это магазины это дисконт этот не технология тут не убыточный бизнес вполне прибыльный бизнес посмотрите 26 миллиардов продают полтора выжимают а это минуточку пять процентов для дисконтного магазина но дисконстор для недорогого магазина это очень даже неплохо так что вот вам и доллар 3 ну времени нет уже заходить тех анализ тем более он есть и на финвизе давайте дальше и тиви ай и тиви а тв и что за графики такие у них странный ну вот это мы понимаем microsoft объявила покупки да помните слияние и так далее если не ошибаюсь это был крас microsoft на этом фоне ттв о пошло вверх и я прикупил но так и не получил этого роста и вышел плюс-минус не получив то что хочу и вот сейчас мы где-то здесь ну скорее всего здесь слияние уже произошло и бумага вообще неинтересная и давайте признаемся и тиви ай за шесть месяцев показывает такой рост исключительно по одной причине по причине по причине покупки microsoft этой компании и интересно microsoft жалеет или нет потому что веб-три ну не веб-три мета вселенная как бы это же все как-то уже забылось я не думаю что тот прорыв мета вселенной цукерберг вот эти все громкие слова что вскоро мы в мета вселенной будем делать чуть ли не все что мы делаем реальной жизни это по моему уже уже не так не жалеет ли microsoft хотя это игровая компания не факт что это связано с мета вселенной покупка и тиви а может быть просто хороший актив игры и так далее у microsoft тоже есть продукты из этой индустрии ну и наконец давайте не фарму не биотех что-нибудь интересное биду байду это китайский производить гугл да так скажем что у них происходит у них более-менее нормальная картина но это только если на дейли смотреть вот этот вот очень такой нисходящий не очень нисходящий но очень такой стабильный график вниз вот это мы знаем почему происходило это все натворил в том числе один кореец который скупал все это с плечом из-под тишка потом потерял 20 миллиардов на своем хедж-фонде ну его лепта тоже в этом росте скорее всего есть и сейчас пытается байду нащупать какие-то интересные уровни но но посмотрите-ка сюда посмотрите-ка сюда пиры шио форвард 2 и 3 да они два с половиной ярда зафиксировали убытка но будущий 2 и 3 кстати на алибабу и китайское правительство вроде добро дала там на какие-то ipo и так далее еще чего-то не помню я думаю здесь уже меньше будут их прессовать да вот так происходит в таких странах как китай бизнес всегда страдает никого свободного ну абсолютно свободного бизнеса он конечно свободный сколько китайских компаний это китай вам это не какие-то там другие соц страны или какие-то страны с более жесткими режимами нет все-таки там в экономическом смысле огромное количество компаний так или иначе работают но вот крупняк пострадал было несколько атак до регулятивных регуляционных там и регулятивных просто атак политических там джек ма дома сидел не выходил или где он был ну и так далее 2 и 3 даже для китая это очень мало ну ну очень мало если эти прибыли оправдаются 63 доллара на акцию они покажут прибыль то при цене 140 это это два двукратная двухлетняя прибыль окей ну понятно дивидендов нет профит мэджин отрицательный ну как так а значит google с каждого продукта делает прибыль а нет здесь нет сейчас сейчас я покажу какую делает сейчас я вам покажу сейчас альфабет да там альфабет да значит с каждого продукта google забирает 27 процентов потому что это не только поисковик у них а минуточку очень много а финскринер так хорошо что вы сказали так секунду а сейчас финвиз до финвиз хорошо тогда я быстренько тогда я быстренько по гуглу пройдусь 27 процентов профит мэджин чистый да ну ну дальше уже я даже не буду смотреть и посмотрите биду минус 13 ребята ну понятно что не только поисковик у гугла продуктов я не знаю больше чем у кого-либо и тем не менее можно сказать что байду неплохо выглядит 110 140 скидочка от 1 прирост от 1 не очень большой стоп лосс есть куда ставить хуже было только в к вид потенциал вообще огромный на его не называю потенциалом не думать что это прям открытый потенциал потому что но мы знаем там во первых пузырность мими трейдинг плюс вот этот кореец который с хедж фондом скупал все и вся очень большой пакет у него был наверное в вайду и значит эти уровни не совсем оправданы и не совсем адекватные я бы сказал так что туда смотреть не надо вот если 200 дадут хорошо я долгое время ждал 200 и вышел ну как вышел 100 акций сейчас секундочку проверю биду б и д у до 100 акций и проданные колы 175 на них есть вот пытаюсь сколов что-то забирать вот так и так давайте резюмируем у нас пять минут осталось всего что к чему мы пришли из топ падающих бумаг вот я несколько топов да хотел рассмотреть из топ падающих бумаг мне больше всего нравится нетфликс и эти падения два подряд сделали бумагу для меня еще интересней пейпал рискованнее все-таки бизнес мне лично непонятен вот есть числа да есть все но нетфликс куда понятнее нетфликс это компания производящие фильмы показывающие фильмы очень многие на него подсели очень многим нравится ну и ок хороший продукт при соответствующих фин показателях неплохо дальше и это были топ падающий из топ капитализации apple microsoft как стабильность и тесла как шальная идея и ну и наконец из тех бумаг вот последний наш топ который мы рассматривали интересным я нашел байду и что у нас через было наверху ну доллар 3 понятно и тиви понятно что там повлияло на ее рост это не совсем органический не совсем нормальный рост там mergers and acquisitions фарму я вообще оставляю не трогаем фарму вот такие получились бумаги все они мне интересны возможно есть другие бумаги и и мои любимчики в том числе давайте я посмотрю в портфеле что нибудь интересное несколько минут у нас есть не топовая то есть не из тех стопов которые мы рассматривали а просто как бумага что я вижу майкро стратегия на понижение стою ну вы знаете майкл сэйлор много раз слышали как я после его слов решил играть на понижение и очень доволен этим очень рад спасибо майкл спасибо сэйлор что вот такую нес чепуху про доллар про финансовую систему и что ты фанат биткойна я смог на этом заработать рухнул весь твой биткойн и компания твоя когда-то стоившие три тысячи триста долларов сейчас стоит сто пятьдесят сто сто тридцать девять что-то такое да ну я правда начал шортить в районе четыреста даже триста пятьдесят прикупил путы упала потом еще раз прикупил сейчас я на двухсотом пути путе сижу так что у нас еще тут есть интересного apple сказали байду сказали бипи не про то чеви тоже шальная идея ну знаете тренд прошел тренд в магазинчика всемирного типа амазона для животных я думаю уже прошел сейчас только остается надеяться вы сейчас фенвиз да видите остается надеяться на то что чеви ну очень дешево стоит но я так не считаю посмотрите на данные по чеви это магазин для кошек и собак там убыток до сих пор ребята в ковид не выжили прибыль когда все покупали собачек скучно было дома сидеть да бум был не только с ковидом связаны но вот в это время совпало а ну извините ребята что что сейчас то делать сейчас нужно оптимизировать ваши расходы 21 тысяча человек там работает это очень много профит марджин отрицательный вообще вы почему вы не зарабатываете ошейник не знаю клетка для попугая все эти вещи наверняка можно покупать дешево и продавать чуть дороже но вот видимо постоянный расход у них даже у них даже операционная маржа отрицательная у них только gross margin 26 и то это немного в общем ужасно ужасно плохо что еще так clf это стали литейщина не то циска я видел в nasdaq 100 вот наверное самая стабильная компания время от времени публикующие нехорошие отчеты и время от времени теряющие но мне кажется что уровни неплохие посмотрите циска forward p12 старая стабильная компания 185 миллиардов дивиденды ты с полной процента платит профит марджин 23 вот кстати хорошо что я все-таки вернулся к любимым компаниям да они не топ до потерявших или заработавших циску одна из тех компаний да там такой бизнес скромненький вроде но 23 процента на улице не валяются не знаю почему я скромником сейчас назвал но хуже было только в к вид 35 сейчас 42 7 долларов осталось довод худших времен к вида и почему бы циска не зарабатывать до конкуренция китайская да там масса других проблем но старая работающая бумага и еще есть solar индустрии давайте я на ней остановлюсь вот например с с айкю канадская компания посмотрите как она начала вроде расти а вот здесь и был мощный гэп это байден сделал вот этот гэп он объявил что убирает на два года пошлины для компаний которые вводят возят возят что солнечные панели в основном это китая касается то что штата из китая вьетнама еще откуда из азии возят солнечные панели но но кроме той компании которая производит с сша это с solar fslr кроме нее все остальные подскочили до в ценах вот если мы возьмем solar индустрию посмотрим большинство из них нас так конечно же в нас так тут тоже что-то можно интересное найти с учетом этих вот обвалов мне кажется потому что если два года возить панели в сша будет беспошлина да ну или с низкой налоговой базы что может быть индустрия интересная на фоне высоких цен на энергоносители и так далее и тому подобное хорошо если ничего больше я в портфеле ну и два это фонда я приметил но они не очень хорошо себя ведут бак это это фонд на интернет безопасность перспективно до cyber security перспективно все бумаги даже окта там есть о которой мы говорили все перспективно все хорошо но камон не время видимо для таких шальных идей все-таки рынок он не только рациональностью до руководствуется но и время должно быть подходящее чтобы эти компании были модные да так скажем интересные последнюю бумагу назову и попрощаемся с вами intel intel тоже огорчает но и а но и не хочется верить что вот такая легендарная бумага spi ratio 6 в эру в эпоху чипов не чипов а дефицита на рынке чипов а вот так вот страдает дивиденды платят заводы строит в аризоне две штуки 20 миллиардов по моему или обе или каждая profit margin 31 процент но толку толку мало она сейчас торгуется на очень очень таком уровне многолетним с 17 года такого не было такого уровням не было может быть все таки посмотрите сюда вы видите финвиз да посмотрите сюда может быть хорошая поддержка 1 вершина 2 вершина пробили и сегодня ну сейчас вернулись именно сюда 6 с половиной 6 43 пи рэйшио форвард 10 но в будущем чуть меньше ожидается прибыли не знаю даже почему хорошо на этой ноте давайте прощаться всем спасибо в записи тоже будет этот вебинар можете его посмотреть всем большой привет из жаркой жаркой испании ну многие наверное уже не первый раз знают меня если кто не знает то я фуат трейдер управляющий активами и вот время от времени приглашают на такого рода мероприятия с удовольствием веду ну как вы видели за 55 минут или чуть больше может быть удалось удалось много мыслей передать понимаете nasdaq такой индекс где сидеть в фундаменталку часами кэшфлоу рассматривать смысла очень мало часть бумаг неадекватно дешево часть бумаг неадекватно дороги я вам последнюю картинку покажу чтобы вы поняли где находится nasdaq вообще вообще давайте я ее сейчас вам покажу эта фраза мемом наверное стал я сейчас вам покажу да вот вот значит этот график свежий свежий правда я не могу найти но здесь это график того как nasdaq вообще себя ведет с точки зрения валуэйшн до оценки оценки это то сколько он стоит ну скажем в абсолютных и в относительных величинах почему не могу найти этот график или он был а давайте смотрите по прогуглить его можно давайте его прогуглю а вот прямо при вас смотрите nasdaq 100 да пускай будет nasdaq 100 как раз у нас тема nasdaq вэлэйшн или форвард пи давайте так форвард пи историкал все сейчас выйдет чуть ли не 1 2 3 картинкой ну я ее узнаю буквально я недавно ее точно также нашел но она у меня есть на компьютере прямо сейчас но почему-то я не нашел и можно вот что делать это свежая картинка давайте возьмем те которые за последний месяц были опубликованы видимо запрос надо было другой давать вот она по моему ну или такая же не обязательно же именно она да такая же такая же это s&p нет это s&p давайте просто nasdaq напишем может быть 100 его смущает цифра что именно nasdaq 100 мы просим посмотреть посмотреть странно вот вчера мне google при первом же поиске сразу же выдал или давайте пиры еще форвард пиры еще сделаем без историкал должно быть должно это не такая вещь которая которую сложно найти ну конечно странно что google в картинках даже не может показать может быть все таки по ссылкам на которые я заходил можно будет найти давайте посмотрим первую же ссылку может тут есть график try it free куда-то нас вывел нет нет ладно ладно я давайте я вот что сделал я просто нарисую этот график по памяти действительно странно то что находится на раз два три то что валяется в интернете постоянно натыкаешься то что вообще не считается проблемой и любой любой интересующийся может найти прямо сейчас когда нам нужно было я просто не надеюсь не думал что так можно эту картинку не 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 отыскать если кто-то нашел скиньте ссылку мне пожалуйста и я просто вам нарисую график как это выглядит как это выглядит где у нас доска вот значит пауза демонстрации и нет нет пауза вот у нас доска почему не открывается доска поделиться стоп все зависло почему-то непонятно нет нет да что ж такое происходит я открываю доску но ничего не происходит закроем и это закроем еще раз терпение да вот доска все смотрите значит какого-то там 2003 года пиры еще по nasdaq вот так вот колебались восьмом очень сильно упали потом снова вот так в одиннадцатом вот так и и двадцатый год сначала падаем ну потому что цены на акции резко упали а доходы то остались и потом пошли вот сюда и и вот это было 31 где-то пиры еще ну много да много 31 и сейчас мы вернулись вот сюда и знаете вот этот уровень вот этот уровень неплохо я так от руки нарисовал на самом деле вот этот уровень он как раз и является средним семнадцать по моему здесь за исторический период в 15-20 лет да было дешевле мы можем упасть но пузыря в акциях nasdaq картинку которую мы не нашли которая просто должна валяться везде пузыря там уже нет он был когда меме трейдеры скупали после к вида все бросались на хай-теке именно поэтому мы сейчас получили всякие докусайны на дне всякие зумы и так далее все на дне масса бумаг на которые смотрела толпа как на будущее ура берите да вам кока-кола к черту кока-колу все это закончилось просто может кто-то нам скинул ссылку да блумберг точно антон я я показывал вчера же да помнишь блумберг источник блумберг но но сейчас я вижу на экране не эту вот она вот она в том числе да 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 немножко не то там цифры другие потому что здесь форвард там пи но неважно неважно спасибо большое да это тот график который я хотел показать видите цель цель что я хочу сказать сейчас переключаюсь что мы ровно на там где мы были за ну тут видите тут с двадцатого с девятнадцатого да отыграли но мы его отыграли из какого-то там две тысячи третьего что ли две тысячи третьего года даже на весь этот период пи-рейшио по nasdaq достаточно хорош достаточно не хорош достаточно средний все не будем называть хорошим хорошо всем спасибо всем спасибо антон спасибо за график удалось ему в последний момент найти google конечно странный то что всегда везде валяется вдруг в один день пропадает я на компьютере конечно это храню вообще хорошая наверно привычка все кидать куда-нибудь в облако и в разные папки вот тогда будет все хорошо окей всем всем спасибо со всеми прощаюсь всем большой привет удачи на рынках дай бог еще мы увидимся на разных вебинарах слушайте подкасты два трейдера мы с романом сегодня его записали говорили он уже сказал об этом да о чем мы говорили и увидимся на следующих вебинарах встретимся с вами спасибо до встречи до встречи до 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 Продолжение следует...